в туре написано все те моменты все даты пути которые должен пройти человек мы не можем точно конечно понять этого этих времен которые там описываться 400 лет в египте и от египта до раскрытия творца это все ведь не годы уровень и уровень кли который называется бета мигдаш святой храм где раскрывается святость большая сила отдачи мы тут же доходим дом мохин дыхая и так до окончательного исправления мы следуем принципе подобными же путями только снизу вверх и это интересно мы чувствуем насколько мы меняется отношение человека он может видеть в своем отношении относительно товарищей как он продвигается насколько он продвигается вначале раскрываются большие трения обычно вместе с тем что он слышит что нужно объединяться параллельно в нем возникает сила отторжения большая к этому как и сказано было аврааму что он должен сначала зарезать своего сына и как такое может быть но тем не менее так это раскрывается в нас пор скрываем ненависть между всеми братьями и и иосифом а потом то что человек раскрывает это очень важный момент иосиф иосиф который принимает братьев своих в египте они еще не знают кто он на самом деле тем не менее он не может сдержаться и начинает рыдать и говорит что он иосиф они его братья и с этого момента и далее начинается связь между товарищами когда каждый так чувствует себя что не может больше сдерживаться точка иосифа прорывается в нем и должен он раскрыть иное отношение к братьям своим который на самом деле является и единым целом если человек чувствует что в нем начинается начинает выстраиваться такое отношение уже такой такая . то мы близки к единству которая в котором раскроется творец будь то в прямом виде как творец или в косвенном как паро фараон но тем не менее это кли начинает выстраиваться и я рекомендую быть чувствительными к этому моменту когда если человек действительно готов зарыдать взорваться чувствами эмоциями относительно товарищей для того чтобы по-настоящему слиться с ними это называется братья его братья это тел которых есть общая мать общая сила в которой они связаны иначе бы не были братья то есть мы не просто тут друзья у нас один корень в котором мы соединяемся соединены если человек уже чувствует это когда ему хочется вот такими эмоциями взорваться к остальным проникнуть к остальным то мы уже готовы к этой связи у меня что интересно так видимо ведут с небес вначале должен был я раскрыть трудность такую меру преодоление необходимую такого холода холодности и лишь в той мере в которой начинают собираться связи между всеми выстраиваться и когда все показывают свое желание быть братьями тогда и я тоже не могу относиться к этому иначе а просто вынуждают меня начинать относиться к ним как к своим детям братьям товарищам как единому клей как моему клей я очень рад что мы достигли этого момента что отношение вам нет изменилось это все соответствует высшей программе и мы действительно судя по этому готовы к большому объединению и для того чтобы подтянуть к этому высшую силу чтобы объединил нас засветил среди нас давайте перейдем к статье мы читаем книгу шамате бара суда 241 статья 241 статья призывайте его пока он близко можно задавать вопросы на каптиве на свиватова так как вы обычно задаете 241 статья призывайте его пока он близко призывайте его пока он близко и как понять пока он близко ведь сказано что вся земля полнится его славой выходит что он всегда рядом что же тогда означает пока будто бывает время когда он далеко но дело в том что любые состояния всегда оцениваются относительно человека постигающего и чувствующего если человек не чувствует что творец близок к нему то не получается между ними никакой близости ведь все определяется ощущением человека и может быть так что один человек ощущает мир полным добра а другой не чувствует что этот мир добрый и тогда он не может сказать что существует добрый мир а судит согласно своему ощущению то есть видит мир полный страданий и об этом предупреждает пророк призывайте его пока он близко приходит он и говорит знаете что если творец зовет вас значит он близко то есть сейчас вам дана возможность если будете чутки сердца то почувствуйте что творец близок к вам и это знак приближения творца и свидетельство тому ведь известно что согласно своей природе человек не способен на слияние с творцом ведь это против его природы так как сотворен с единственным желанием получать наслаждение а слияние только в отдаче но благодаря тому что творец зовет человека зарождается в нем другая природа и он желает аннулировать свою прежнюю природу и прилепиться к творцу а потому следует человеку знать что если он произносит слова торы и молитвы то только благодаря творцу и пусть не придет ему в голову сказать что помогает ему собственная сила и крепость руки его поскольку это против это поистине против его сил и это похоже на человека который заблудился в глубоком глухом лесу и не видит никакого способа выйти оттуда и дойти до человеческого жилья и тогда теряет он всякую надежду и больше не вспоминает даже о возвращении домой и в час когда он видит вдали какого-то человека или слышит человеческий голос тут же пробуждается в нем страстное желание вернуться в родные места и начинает он кричать и просить чтобы кто-нибудь пришел и спас его и так же если он сбивается сбивается человек с доброго пути и попадает в нехорошее место и уже приучил себя жить среди диких и хищных зверей то в силу своего эгоизма он никогда не задумывается что нужно вернуться туда где поселился разум и святость но когда слышит он зовущий его голос то пробуждается в нем раскаяние и зовет его голос творца а не его собственный голос однако если еще не закончил он свою работу на пути исправления то не способен почувствовать и поверить что это голос творца а думает что всем обязан лишь собственной силе и крепости своей руки и поэтому предостерегает пророк что должен человек преодолеть собственное мнение и мысли и полностью поверить что это глаз творца и поэтому если хочет творец вывести человека из дремучего леса то показывает ему какой-то свет вдали и человек собирает весь остаток своих сил и бросается туда куда указывает ему свет чтобы достичь его но если он не связывает этот свет с творцом и не говорит что это творец зовет его то пропадает для него этот свет и вновь остается он стоять посреди глухого леса выходит что он потерял сейчас возможность открыть свое сердце творцу чтобы тот пришел и спас его из и привел его на место обитания разума которая предназначена для людей сынови адама что означает подобный высшему эдомэ то есть к желанию отдачу и слиянию с творцом а значит не используя это он свой шанс и снова остается как и был прежде нет ни одного мгновения в нашей жизни которая бы не возникал от света который действует на нас свойства отдачи творец если человек старается раскрыть в этом влияние свыше он пока еще может быть не чувствует не видит но старается это все связать с первым с творцом тогда это значит что он объединяет все мгновение своей жизни с первопричиной с высшей силой и тогда по прошествии определенного количества таких усилий которые ему предоставляет творец во тьме в разных таких ситуациях когда человек старается он оттачивает настраивает свое свой орган ощущения относительно творца и тогда и во тьме и в свету и в любых событиях которые бы не происходили с ним в случае ситуации он все больше и больше видит творца стоящего за этим всем пока это видение не станет постоянным в начале это только лишь малое желание как нечто возникающее изнутри из скрытой причины потом это причина когда раскрывается различным образом тогда человек уже начинает понимать осознавать что это все отношение творца в различных его формах которые он себя проявляет все больше и больше начинает связывать все с одной причиной что нет никого кроме него и когда приподнимается над самими этими событиями понимает что все эти события они возникают только для того чтобы он каждый раз раскрывал творца поэтому ему предоставляют все эти события тогда он видит что все это во благо и таким образом проходит подготовку того что нет никого кроме него доброго и дающего добро и все что происходит с ним в жизни он видит что лишь творец пробуждает его каждую секунду данную ему в жизни все это в направлении творца с ним объединение творца с ним и так он отсеивает свойства в которых он может почувствовать только доброго и дающего добро призвать его когда близок он как написано как то человек видит что это исходит от творца от этого статуса с этой точки он понимает что это тоже свыше творец хочет чтобы его раскрыли из этого маленького такого не жесткого еще контакта непостоянного он должен начинать увеличивать контакт увеличение контакта не может происходить внутри самого человека потому что в нас кроме той первой зачаточной точке нет ничего не цуц искра обратного света от того намерения ради отдачи которая была у нас до разбиения и поэтому если у нас есть это близость вот как он пишет и старается быть выше всех желаний определить через них связь с творцом то сейчас человек должен объединиться с остальными искрами так же как это и было до разбиения когда все искры объединятся в единое пламя в большой свет в обратный свет орхозер при такой мощи когда мы все объединимся вместе на общем желании в первой его ступени духовной объединяем наши искры к объединенному отраженному свету стараясь быть в единстве над нашим эгоизмом таким образом мы строим первые наши кли к отдаче и по подобию свойств мы уже внутри кли раскрываем творца у нас есть такая возможность в особенности учитывая то что мы сделали такие усилия мы должны поблагодарить наших товарищей которые приехали издали сколько они работали сколько они старались ради этого это им стоило больших усилий денег расчетов разных все это накапливается в тот массаж тот экран тот орхозер то преодоление которое мы совершаем для нашего объединения и условия которые мы здесь таким образом выстраиваем действительно эти дни должны стать для нас постоянным усилием местом усилия для связи и не давать нам как-то расслабиться относительно этого намерения это такое большое упражнение на вход в высший мир и когда мы постигнем этот подход это каждый внутри будет чувствовать себя что он состоит из всех что он это общая сила всех со всеми в едином чувстве в едином единстве когда мы достигнем этого духовного уровня тогда мы сможем вернуться даже и к нашей обычной жизни она уже никак не будет нам мешать в этом ощущении а лишь прибавлять вот масло в огонь разогревать наш костер как один человек у которого нету возможности лишь в своей персональной искре раскрыть Творца так же и у нас мы можем раскрыть лишь малую толику толику отдачи даже объединившись все вместе для нас это конечно будет большим светом относительно нашего нынешнего состояния раскрытия Творца нечто грандиозное мы увидим и почувствуем как вся реальность связана как все действует в одной сети выше времени выше всех времен душ частных и и потом с этой силой когда мы выйдем наружу мы начнем объединяться с входить в различные в различные проходя через различные события по пути домой и так далее нам нужно будет укреплять нашу силу отдачи и несмотря на все помехи в кавычках помехи на самом-то деле это не помехи это добавка вот этого топлива для костра для этого огня вот это желание получать оно будет только прибавлять нам поление в костер и это будет увеличивать нашу силу даже разъезжаясь по миру поэтому мы должны в этом видеть большой путь который мы прокладываем когда мы не просто объединяемся и раскрываем Творца что является нашей конечной целью нет мы нижние всегда должен быть высшего и высшего высшего Ильон и Али Ильон три ступени должны быть вместе и тогда добавляя сил помех этих мира они станут для нас вот этим горючим вот этим топливом для костра и мы сожжем это мы переработаем это в отдачу эти все помехи поэтому нам не нужно думать что будет потом а в эти дни мы поможем всему миру иным образом находясь здесь мы объединим мир к нам подтянем его за собою и он станет нашим топливом для увеличения желания отдавать между нами и все это начинается с той малой точки которую раскрывает человек в своем устремлении к товарищам у нас больше нет статьи тогда может перейдем вопрос к вопросу пожалуйста в статье сказано что человек произносит слова молитвы силой творца он говорит что человек говорит милот тфила в кое хаборе верно верно мы начинаем чувствовать себя и раскрывать себя в правильной форме как только объединяемся с творцом ну в ясном виде ну кроме понятного ясного как еще можно сказать в общем осознанно тогда из этой точки и далее когда я нашел связь между собой и творцом между нами в этой точке я могу сказать что начинаюсь я человек адам во мне а до этого все что с нами происходит все делает творец так в чем же все таки наша работа наша работа стараться насколько можно больше не мешать течь вместе с ним и все время мы увидим что все делает он и только если у нас уже есть и цемцумы экраны отраженный свет с первой же ступени с самого начала с первой ста двадцати пяти ступеней оттуда и далее у нас появляется независимость самостоятельность мы становимся средней линией между двумя сил тогда мы уже можем выстраивать себя и тогда тоже творец строит свет строит но мы принимаем участие уже ну уже с пониманием осознанием с желанием то есть уже существует подготовка действия со стороны человека а пока по мере того что мы будем познавать самих себя мы будем все больше раскрывать что все совершается творцом и мы должны ускорить происходящее то есть позволить ему как можно скорее поработать над нами и это зависит от того насколько мы позволяем ему это позволяем ему это как маленький ребенок он слышит он готов участвовать ты ему говоришь подвинься сделает и он прислушивается так вот это участие оно и есть с его стороны изо всех сил но оно пассивное он хочет переварить он хочет перенять мудрость он хочет правильно услышать то что ты ему говоришь и это тоже работа но все еще та самостоятельная работа которая будет у нас с первой духовной ступени не та как рождается вот эта сила от меня хоть какая-то вообще сила для любви на хакаха написано я творец сила отдачи она единственная существует в мироздании создал сотворил сделал получающую силу получающую силу противоположную мне и творение должно находиться между этих двух сил между силой отдачи и силой получения если он находится между двух сил он держится баланса между ними и выстраивает себя по примеру который показывает ему творец и тогда видя пример и строя себя по подобию этого примера он строит в себе Адама человека подобного творца и в этом построении он начинает понимать начинает чувствовать все мысли и чувства все все свойства творца а образ творца все его чувства ощущения это он хотя он полностью подобен творца но он все это собрал он все это аккумулировал он все это сформировал и в этом он самостоятельен заставляет заставляет проявиться силе творца заставляющий меня молиться молоку это все еще творец он готовит это это равновесие между получением и отдачей и передает нам эту точку равновесия начиная с которым мы начинаем чувствовать что нуждаемся в нем и как исправляющим и как объясняющим и ведущим и управляющим и и присутствующим во всех ситуациях он все делает человек этот творец то есть помещает молитву в сердце и уста человека об этом нужно думать я тоже такого плана человек который больше склоняется к исследованию к четкому пониманию которое следует за каждым ощущением за любым раскрытием и мне мне тоже так необходимо копаться и раскопать самую глубину творения насколько я могу понять и постичь и каждый раз я раскрываю еще бездну и тысячи связей между различными силами материальными духовными все это превращается в единый механизм но это все раскроется само собой человек иногда тратит очень много времени я по себе знаю на то что он хочет понять и без чувств все таки он должен больше стараться для получения ощущения чем понимания потому что сердцем понимают вот мы сначала подходим к каким-то действиям отдачи и только потом когда начинаем их исследовать то начинаем понимать и начинаем понимать высшую силу и тогда из нее мы начинаем понимать и наши собственные силы силы получения именно через высшего мы сможем познать что такое низший мы сможем увидеть наш мир исследовать насколько возможно как можно больше но на самом деле постижение в нашем мире в том числе мы постигаем в некоторой степени корни и через которые мы мы понимаем и ветви то есть результаты поэтому нужно стараться понять через чувства поэтому Баля Сулам настолько уважает материалистическую психологию материалистическую имеется в виду реальную действенную когда через действие которое мы выполняем через действие постигну тебя то что называется а действие это действие отдачи поэтому чем больше мы объединимся различными внутренними усилиями будем стараться их совершать так вот потеть как дети которые трудятся хотят что то сделать посмотреть посмотрите на маленьких детей это очень реальный понят понятный нам пример чем больше мы будем стараться объединиться друг с другом вместе с этим мы сможем и исследовать те уровни связи насколько я их поддерживаю насколько против насколько мне необходима помощь в этой связи и во всем этом я начинаю раскрывать раскрывать две силы нет необходимости раскрывать собственно действия для нас главное раскрыть две силы силу получения силу противостоящую силу отдачи и силу противостоящему получению и все следующие из них сочетания потому что именно из этих двух сил создано все разные меры сочетания и создают материю неодушевленную растительную животную человеческую творца все это только меры взаимодействия как Баля Сулам объясняет в статье говоря что в неодушевленном форме это в определенном образом растительное имеет другой уровень связи но всего существуют две силы не нужно исследовать больше ничего если мы понимаем что все творение это лишь сила отдачи и сила получения в некотором равновесии друг с другом когда природа свыше свыше балансирует все уравнивает это неживое растительное животное снизу и творец находящийся сверху то этим он дает нам некую свободу чтобы мы могли самостоятельно уравновесить силу получения отдачи это подобно как ты даешь маленькому ребенку игру ты ему говоришь нужно делать так то так то так то давай делай ты ему оставляешь что то закончить так и мы продвигаемся и для нас главное знать что существуют две силы и равновесие между ними это то что необходимо достичь но это равновесие это по сути и есть раскрытие как вы ощущаете вот наше состояние и дайте нам пожалуйста совет одна часть я вижу в таком внутреннем напряжении товарищи в просьбе молитве вторая часть в радости как бы отдавшись вот этому настроению верно можно объединить две эти вещи я стараюсь большими усилиями находиться в этом течении насколько больше в центр течения насколько больше быть вместе со всеми так чтобы включиться подобно жидкости которые проникают разные жидкости проникая друг с другом сливаясь в общее течение но усилия здесь конечно же присутствует потому что я каждую секунду должен чувствовать насколько я каждое мгновение все-таки движусь с места и без движения с этого места я не могу находиться в цели мне все время нужно следить за собой чтобы оставаться в это на пути как ракета которая все время придерживается траектории а самого направления я не понимаю я только знаю силу отдачи силу получения силу получения силу отдачи и как равновесие между ними когда я не отметаю ни одной из двух сил я не теряю сознание я не теряю своего авиюта я не теряю своего объединения все это присутствует во мне и я продвигаюсь так есть люди которые от природы больше склонны к такому течению у них авиют чуть меньше чем у других и в этом ничего плохого это просто такова природа у всех она разная а бывают люди которые так тяжелее у которых больше внутренних усилий они не могут так вместе со всеми течь вместе это требует от них очень серьезных усилий так одни добавляют чистоту закут им легко течь вместе со всеми другие доставляют авиют им тяжело быть вместе со всеми но они добавляют усилия и это подобно от того что есть решимо авиюта и решимо от лапшута то есть экраны желания и это происходит в каждом из нас внутри вообще в объединении между нами мы так соединяемся и восполняем друг друга морис доброе утро доброе утро доброе утро дорогие товарищи мировое клей я хочу заранее заведомо сказать за счет за счет всех все что происходило вчера было просто невероятными я много уже прошел жизни но это было просто потрясающе может быть товарищи смогут еще передать все что здесь происходит другому товарищам находящимся по миру потом я только хочу сказать что я чувствую очень сильно поддержку со стороны женского клей в этот раз это очень помогает нам я даже даже могу сказать примет решающее участие силу которую мы получили в поддержку вся та помощь которую мы получили нам и в будущем поможет и очень сильно спасибо всему мировому женскому клей и к сути вопроса вы говорили несколько минут назад что когда мы закончим конгресс мы достигнем того чего нам надо достигнуть и потом нам надо будет вернуться к обычной жизни и и там тоже воспринимать все помехи в кавычках как поление как топливо для нашего пламени и вот кстати к этому по поводу этой силы которая пока еще не раскрылась это та самая любовь которую мы раскрываем в этой силе отдачи это та самая серая масса серый материал который раскрывается который якобы мы должны преодолеть чтобы достигнуть отдачи или нет и да и нет ты задаешь очень такой продвинутый вопрос я не знаю как это выразить но сделаем это так схематично есть гальгальты най то есть точки которые поднимаются над эго объединяются друг с другом и все поднимаются над желанием получать и это называется выход из Египта бегство прорыв из индивидуального эго каждого остается там то что остается все наши желания а мы тем временем раскрываем объединение друг с другом а вьют из которого мы выходим он состоит может состоит из из нескольких составляющих в авиете есть ахаб наш ахаб и в нашем ахабе есть еще еще уровень авиюта в котором мы с помощью которого мы связываемся с внешним миром с их гальгальтайнаем и даже с их ахабом будущим ахабом так вот сейчас когда мы выполняем работу оторвавшись от собственного ахаба мы по сути уже производим подготовку и для них их то есть им будет уже легче объединиться с нами через воздействие хасадим через общее наше кли мир это почувствует мы совершая здесь объединение без сомнений вы это увидите мы просто пропускаем свет через все миры через нас мы стоим перед входом на первую ступень но через нас как все это разойдется по всей этой сети ниже нас ко всем и многое изменится очень многое все события в этом мире собственно изменяются согласно этому ничего не что в нашем мире не может изменить процесс обычный текущий процесс кроме того что мы делаем потому что мы активно изменяя свет который воздействует во всех мирах все миры передают только свет хасадим мы тем что желаем изменить себя мы пробуждаем и свет хохма а изменение в килим возможно только светом хохма и он уже влияет на все общее клей поэтому поэтому вы еще это не замечаете но действия подобно тому которое мы выполняем с вами изменяет события всего мира я помню рабаш насколько он был насколько он прислушивался к новостям очень чутко и не то что он хотел знать какие-то результаты кто там что сказал все эти марионетки или о каких-то событиях происходящих изменения в мире в мире которые следовали за его работой если можно я бы еще один маленький вопрос задаюсь вопросом смотрю на этих великих товарищей может быть вы мне поможете поменять откуда я удостоился такого права быть я такой ноль быть среди таких товарищей никто из нас не выбрал свой путь каждый из нас может за это поблагодарить если он уже понимает каждого сюда привели как и пишет об этом бальсу нам что творец приводит человека к его доброй судьбе и говорит прими ее и поэтому каждого сюда привели поскольку пришло время для души начинать исправляться и и включаться уже осознанно в весь этот механизм который называется общий малхуд или шхина но тем что творец привел человека сюда еще не означает что дальше мы действуем без собственного усилия каждый раз наше усилие должно быть все более и более осознанным я и раньше жил и отчаялся от разных вещей что-то хотел что-то не хотел убегал от разных событий закончил там университет поработал в разных местах может быть армию прошел женился развелся там не знаю кто и что это каждый прошел очень много всего я точно так же как и тогда этого не делал это был не я взрослые люди оглядываясь на прошедшую жизнь вообще не верят что это с ним произошло что они что-то делали они все больше и больше осознают ну вот так вот сложилось все провели его через все эти события хотя он и принимал в этом участие может быть и эмоционально но это тоже его провели через все эти чувства ну кто сейчас когда тебя привели сюда к возможности личного участия когда у тебя есть возможность есть те которые кого приводят и те кто покидают потом они придут еще раз я кстати перед конгрессом получил много писем которые были с нами бросили и хотят вернуться задают вопросы можно ли при каких условиях как что люди которые уже давно давно не с нами и те кто отчаялись и убежали но это тоже судьба мы не должны думать что это они сделали то же самое высшее управление так ведет их и поэтому нужно их принять нужно так же как и мы сейчас открыли этот конгресс для всех так то что с тобой было до сегодняшнего дня было потому что тебе предоставили возможность набраться сил и позаботиться о других большое спасибо вам Раф спасибо и я приехал вчера и уже почувствовал прямо в аэропорту что какая-то часть меня осталось где-то позади Я чувствую, что уровень человека приближается Эгоизм еще силен, но я чувствую, как клепот растворяется И уровень человека, уровень говорящего вот-вот близок Если можно, вопрос Все становится более ясным, как бы туман рассеивается Но чувствуется, что этого недостаточно для раскрытия первой ступени Мы должны прийти к этому действию вместе Ведь наша отдача раскрывается через действие Все мы должны объединиться вместе, сделать этот поступок вместе Это значит, что мы должны преодолеть скорость света Пожалуйста, дайте нам сил достичь этой скорости, которая выше скорости света У нас есть колоссальное желание И мы нуждаемся, чтобы вы нам дали сил немножечко еще больше ускориться Пожалуйста, помогите Взаимовключение Это является решением Всем решением Мы не просто между собою взаимовключаемся Прежде всего, те, которые находятся здесь А также все наши товарищи по всему миру Также женская клик, которая с нами вместе А мы включаемся со всеми каббалистами Всех поколений Которые действовали и на нашем уровне И действуют сейчас В духовном мире Те же силы Продолжают свои действия в общей вечной системе И вы еще почувствуете Насколько их действия реальные По сравнению с нашим миром Который является лишь возможность Лишь шансом познать этот реальный мир Поэтому только за счет взаимовключения Насколько человек Желает включиться в остальных Насколько он Состоит Из всех товарищей Входит Чувствует их Он чувствует Что там есть еще Сеть Сил Более глубокая И он должен почувствовать Все уровни Все силы Все души Которые Действовали и действуют сейчас В общей системе Оттуда мы Питаемся всеми нашими силами Мы как младенцы Которым нужно Только закричать Немного И тогда Из этого Малого Крика Как младенец Который кричит Они Большие Знают что делать Как нам это все передать Как заняться нами Они Сделают свою работу Это называется Подъемом мана Подъемом мана Это то Насколько я способен Соответственно Своему уровню Поэтому я прошу высшего Сделай мне это Но я хочу Показать Что я Отдан ему Предан ему Предан ему Имеется ввиду Что я просто На твоих руках Как ребенок На руках матери У него Нет ничего своего Он знает Что он находится В самом Лучшем состоянии Нет ничего лучше Для ребенка Чем находиться На руках матери Вот просто так Так мы должны быть Преданы Силам наших товарищей Силам Нашим Нашим Братцам Каббалистам Только в этой Отдаче Мы можем Показать Насколько мы Отдаем себя Высшей силе Чтобы она сработала Пожалуйста Мы продолжим Или как До 9 Хорошо Время есть Я даже слышал Что у нас Есть какое-то Обращение Да Они приготовили Мы почитаем Вечером В пятницу Может Может даже Раньше Хорошо Вам решать Да Да Присоединяемся Тут еще Добавить По этому поводу Тебе нужно Не просто Сейчас Присоединиться К тому Что он сказал А почувствовать В каждом Твоем действии Что за тобой Стоит Подталкивающая Тебя Вперед Сила И это Как мать Которая Давит На своего Ребенка Чтобы он Выполнял Верное действие Когда он Чувствует Что мама Смотрит На него Сзади Как он Себя ведет Это Хорошее Ощущение Пожалуйста Иначе Я просто Удрал А вы Меня Держите И я благодарю вам За это Мой вопрос Заключается Вот В чем Шאלа Сели Чем Яснее Мы представляем Себе Конечную Цель Тем Наши действия Более И более Осознанные Мы начинаем Выстраиваться Начинаем Ощущать Связи Начинаем Расти Вопрос Касается Конечной Цели Как мы Себе Представляем Вот это Конечное Исправление Состояние Гмарди Куна Вопрос Квам Рав Шелай Легабе Матара Софит Эх Ледамиян Это Мацав Зе Софи Шел Гмар Тикун Шелай Лех Рав Высшая Ступень Это Гмар Тикун Для меня Сегодня Потому что Это Бесконечность Относительно Ниши Ступени Которые Пока Еще Не Неспособна Ее Воспринять Гмар Тикун Это Следующая Моя Ступень Окончательность Вправления И как Мне это Обнаружить Как Мне это Найти Как Мне это Выстроить Если Мое Кли 10 Грамм Желания И Эти 10 Грамм Приобретают Намерение Отдачи Я Нахожусь В бесконечности У меня Ничего Нет Что Я мог бы Исправить Сейчас Это Называется Миром Бесконечности Если Моё Кли Это Миллиард Миллиарды Тон Желания И Я Прихожу К Миллиардам Тон Отдачи Намерения Отдачи Тоже Нахожусь В окончательном Исправлении Гмар Тикун То есть Исправленное Кли Не важно Будь оно Малым Или Большим Главное Исправлено Ли оно Целиком Сейчас У нас Выказываются Очень Простые Малые Желания Легкие К исправлению Но я Живу В них Я Не чувствую Вне Этих Желаний Ничего Внутри Них Я живу И если Я Исправляю В намерении Отдачи Я уже Нахожусь В Бартикун Это Я 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 Могу себе Представлять Выше Этого А так Теоретически Мы учили Да Есть Еще Миры Еще Ступени То есть Как Мне Воображать Мой Гмартикун Представлять Это Первая Моя Ступень На Лестнице Духовного Мира И так Каждый Раз Если Я хочу Забраться На Следующую Ступень Она Будет Для Меня Гмартикун Я Не хочу Входить Глубже Чтобы Никого Не путать Но Это То Что Я Сказал Это Таковыми Является То Если Я Соединен Со Всеми Как Единый Человек С Единым Сердцем Чтобы Почувствовать Что Такое Единое Сердце Единый Человек Все Больше Ничего Нет В этом Мы Уже Раскрываем Творца И Баста Как Говорится Москва Андрей У меня Возник вопрос По Вчерашнему Уроку По Вчерашнему Уроку Насчет Посоха Измии Как я помню Вторе Там написано Что И фараон Тоже Показал Через Своих Этих Работников Что Они Тоже Могут Это Держать И Посох И Змею Что Я Захер Масип По Тораз Гам Паро Раш Он Дерех Коль Миней Мехаш Сел Шэм И Миней Двери Мо Тебе Наха Шэм Маз Омэ Может быть Вы Сами Можете Ответить Это Такой Вопрос О котором Вам Стоит Подумать Подумайте Как Может Быть Такое Что И Наш Эгоизм Тоже Умеет Работать И Со Змеем И С Посохом Как Определить Кто Эгоизм Кто Фараон То есть Наоборот В чем Разница Правильно И В чем же Разница То есть На практике Получается Что Действие Одно И Тоже Действие Но В результате Есть Какое-то Изменение В результате Я Просто Хотел Чтобы Вы Сами Продолжили Не Хочется Мне Так Запиши Вопрос Это Вопрос На Семинар Желание Получать Производит Одни И И Те Все Действия И С Посохом И Со Змеем Я Не Хочу Сейчас Вдаваться С Посох С Зме Мы Говорили Об этом Вчера Желание Отдавать Тоже Знает Эти Действия Посоха И Змея И как различать их? Да? Ну? Что это за действия? Как мы их называем? Которые делают желание получать и желание отдавать. Мне есть сила получения отдачи. Ты знаешь, говори. Это сила экрана между ними. Не знаю. Не надо лишних слов. Экран получать ради получения, получать ради отдачи и отдавать ради отдачи. Отдавать ради получения и отдавать ради отдачи. Это те четыре формы, которые могут быть в свойстве отдачи и в свойстве получения. В форме отдачи может быть получение радиоотдачи, отдача радиоотдачи. В получении может быть получение радиоотдачи, отдача радиоотдачи. То есть, отдача тоже может быть в получении. То есть, те хартумим, как сказать, мудрецы фараона, они могут делать те же самые действия, как и Моше. Как и Моше. В чём различие? Он продолжает описывать это в статье. То, что ты должен, человек должен произвести различие. В этом всё дело. Как ты решаешь, за что держаться? Ухватишься ли ты за змей или за посох? То есть, с какой из этих двух сторон. Тут две части, тут две части. Получение в отдаче. Тут отдача ради получения, там отдача ради отдачи и получение ради отдачи. То есть, какое направление, какой вектор ты для себя берёшь. Таким образом, определяешь, чем это будет. Идёшь ли ты в отдачу или в получение. Внешние же действия – это те же самые, казалось бы, действия. Но иногда получается, что ты идёшь по пути с посохом, опираясь на посох, а иногда ты идёшь в свой эгоизм, держась за змею. У меня ещё один вопрос такой вот. Я не такой продвинутый, как здесь, здесь находящийся. Я в начальном этапе, как бы, изучение кабалы. Я понял так, что без экрана мы ничего не сможем сделать. Как создать этот экран? Мы не делаем ничего. Все действия совершаются одной лишь силой. Свет. Свойство отдачи. Сила отдачи. Творец. Неважно, как это называть. А мы должны лишь желать, чтобы это произошло. Желание, истинное желание, чтобы это произошло, называется ман. Подъём мана. Это то, что требуется от нас. Ребёнок может кричать сколько угодно, ничего не поможет. Это не является искренним плачем. Но как только он чуть-чуть так всхлипнет, но это будет правильно, в верном направлении, то, что действительно он, это всхлипывание будет относительно чего-то, что ему на самом деле поможет, это сработает. Поэтому очистить себя от всех ненужностей и делать только то, что нам необходимо. И это будет произведено, но только свыше. И не стоит бояться, что ты по-прежнему, как кажется, не продвигаешься. Пока ещё, простите, не продвигаешься. Если человек включается во всех, кто находится со всеми, ты видишь, как в нашем мире, сегодняшнем. 21 век, у тебя всё равно есть и старики, и младенцы, и такие, и сякие. Но все так или иначе находятся в одном мире. Поэтому, будь малым или нет, главное хотеть, желать учиться у других. Как раз тот, кто приходит более новым, ему больше шансов перенять больше от других. Потому что он не считает себя важным, умным. Как ты сказал, продвинутый. Есть продвинутый, а есть двинутый. Сможешь ли ты это перевести, не знаю. Это игра слов между продвинутый и двинутый. Здравствуйте, хавареям. Мы сегодня приехали с утра из Рыховата. Я готовился к разным конгрессам, к женскому, к мужскому. И хотел бы передать поддержку всем ребятам, кто ещё здесь не находится. Это и израильская клей. Все, кто ждут и сейчас в дороге, скоро здесь будут. Так, с женского конгресса очень большое впечатление и большой хиссарон мы получили от их работы. Вчера мы приняли ребят из мирового клей, встретили их в аэропорту. И этот хиссарон, он постепенно начался так как бы строиться, становиться более выясненным. Вчера вечером я видел урок, который здесь был. Чувствовалась очень сильная сила объединения, такое взаимовключение, просто такой ток отдачи. И он очень тянет, тянет хаверим в центр, в этот центр. Надо ли сегодня быть, которые стараются приехать сюда днём? Но невозможно. Я на себе тоже чувствую остановить это влечение. Просто хочется впрыгнуть в этот поток, в этот ток. Сегодня много есть разных помех, но все стремятся к объединению. Сейчас сюда едут со всей страны, со всего Израиля. Я бы хотел спросить, хотел бы попросить вас. Попробуйте передать на словах, о чём они должны думать. Вот именно сейчас, по дороге сюда. О взаимовключении, о единении, о том электротоке, который сейчас между нами протекает. То, что мы чувствуем, то, что мы желаем открыть Творца, насладить его этим потоком, этой взаимной задачи. Дайте совет ребятам, которые в пути. Мы должны слушать то, что происходит здесь, то, что мы здесь делаем, если можно видеть тоже. Мы тоже пройдём в течение дня, и каждую секунду мы будем проходить через какие-то помехи, внутренние помехи. Здесь становится ясным, что все помехи возникают изнутри, как будто издали. Какое-то забывание, какое-то отторжение, отталкивание. И каждый должен с этим как-то работать. Задавайте вопросы по поводу того, как с этим работать. Но это постоянная наша работа, потому что как может быть сильное объединение, если к нему не раскрываются помехи. Что мы опять привлекаем дождь в пустыню? Или это пока ветер так шумит? Ну, поговорим, преодолеем это вместе. Но каждый должен быть очень сосредоточенным изнутри, очень преданным тому, чтобы не нарушать связь, не ослаблять связь. Он должен чувствовать себя ответственным за то, что держит всю эту связь в своих руках. И постоянно быть таким, схватиться за это всеми силами, зафиксированным на это. И это усилие, оно распространится через нас, через всех товарищей. Они будут чувствовать, что мы вместе. Им не нужно, нам нужно делать тут усилия для них. Мы должны подтягивать все группы, мужские, женские, все, кто находится с нами в единой сети. И думать обо всех. И каждый за это отвечает. Мы скоро переходим к перерыву. Может быть, еще сделаем какую-то беседу посреди дня, если есть возможность. Потому что я вижу, что у нас всего лишь в 7 вечера урок, до 7. В час дня у нас, в час дня беседы. У меня не написано, что в час. Ну хорошо, я так и думал, что может быть, стоит сделать посреди дня. Но кроме всего прочего, вы можете сделать еще и шиват-хавериме, еще какое-то объединение между вами. Мы в конце урока прочитаем расписание на сегодня. Но я так или иначе готов, потому что до вечера это слишком без урока. Так или иначе, постоянно укрепляться. Я не хочу слушать, что я не хочу слышать, говорят. Я не очень прислушиваюсь. И у меня помехи, любая такая помеха, самая малая помехи, они возникают для того, чтобы мы работали с ними. Мы обязаны ими заняться. И не важно, что бы я ни делал. Может быть, вы выйдете посмотреть антилопы или не важно, что. Тут зайти в центр наших товарищей, которые тут недалеко, может быть, туда поедете. Неважно. Любая мысль должна быть мысль о единстве. Раф, раз уж мы начали, мы хотели воспользоваться возможностями рассказать о том, что произойдет сегодня, пока все собираются. Урок заканчивается в 9. У нас будет потом завтрак в 9.30. Будет перерыв на запись. Все, кто сейчас приехал, чтобы могли подойти и получить браслет, записаться. Затем будет Ишеват Хаверем. В 12 трапеза и в час беседа с вами. После беседы мы начнем встречать всех, кто начнут приезжать где-то. И потом мы поговорим где-то часа в два. Так или иначе, те, кто хотят учиться, собираться, собирайтесь в группы. Может быть, есть люди, которые могут провести какие-то небольшие беседы с другим. Стоит, чтобы все время что-то крутилось. Есть люди, которым нужно поспать с дороги. Может быть, это еще не их обычные часы, американцы или восточные. То есть, чтобы это было и свободным, и в то же время параллельно, чтобы происходило, чтобы было какое-то место, куда я могу прийти и включиться. Пускай здесь кто-то сидит. Начните. Там группа, здесь группа. Не важно. Стоит, чтобы такое происходило. Это никого не принуждает. Можно работать где-то на кухне. Можно и выйти в какую-то экскурсию. Но чтобы был какой-то небольшой костер. Здесь, допустим. Хорошо? Что еще вы от меня ждете? Да. Пожалуйста. Раф, я бы хотел кое-что понять. Я бы хотел разобраться, понять тот уровень, который вы объяснили, Хафетс Хэсет. Когда человек ничего не желает ради себя. Когда он хочет желать только ради товарищей. И как мы можем забраться на эту ступень? И как держаться на ней постоянно? Нам кажется, что уровень Хафетс Хэсет – это нечто фантастичное. Потому что что значит не желать ничего. Но с другой стороны, скажи мне, я хочу включиться во всех. Я хочу прекратить чувствовать себя и чувствовать только всех. Это я хочу? Ответь. Нет, такого не может быть. Даже когда я говорю, что я не хочу, так, по сути, я хочу. Верно. То есть, это большое желание. Я делаю сейчас усилие. Я хочу включиться во всех, потерять себя. Где нет меня, нет моего «я». Что значит «нет меня»? Когда свое маленькое «я», я увеличиваю, я превращаю в большое единое «я». Всех. То есть, наши слова – это всего лишь эгоистический язык. Поэтому, как только мы говорим о богаче, мы как будто теряем землю под ногами. Нет слов. Как будто я исчезаю. Я на самом деле не исчезаю, просто мое «я» становится глобальным, интегральным, альтруистическим, общим. Но я тем самым исчезаю, мое эгоистическое «я», а мое большое «я» здесь. Но у нас, в моем животе, я остаюсь или нет? Нет, не остаюсь. Что же будет? Ты будешь всем. Но только при том, что ты отменяешь свое это внутреннее «я» и приобретаешь общее «я», душу, большой клей. Наука каббала – это наука, как получать. Что получать всю бесконечность. Здесь есть совокупность двух обратных сил. Поэтому нам, нашим таким односторонним разумом, очень трудно это переварить. Пока мы не раскроем вторую сторону, вторую силу, кроме получения отдачи. И исчезает только лишь точка моего эгоистического «я», когда я хочу просто отдаться с собой, всем раствориться там. Но кроме этого, все это ведь становится моим. Ров, еще вопрос. Получается, в то же время, что если кто-то противостоит получению этого наслаждения, против. Это ли является истинным путем? Дай Свету поработать. Мы ничего не можем изменять. Только прилагать усилия против собственного желания, которое разделяет нас друг от друга. Поработай еще чуть-чуть. И еще немного. Даже когда тебе надоело, и когда ты не хочешь. И ты не можешь быть на связи с другими. Тебе не хочется. Ты пренебрегаешься этим. И тебе кажется, что это вообще не важно. Что можно по-другому. Это все внутренняя игра. Так, эго играет с тобой. И все-таки еще усилия, и еще усилия. Насколько возможно. Это очень тяжело. Очень трудно. Такие помехи. Столько всего. И ты увидишь, как ты удаляешься чуть-чуть от других. Ты не можешь их не обнять. Тебе не хочется говорить с ними. Они тебе кажутся глупыми. А с кем тебе проще? Ну, вот другим проще. Они обнимаются. Тебе кажется, твое эго рисует тебе такие картины. Ты хочешь оправдать себя. Сделай против него усилия. Еще и еще. Поиграй немного. Применьши разум. Насколько можно. И это очень трудно. Я признаю это. Я с тобой совершенно согласен. Это очень трудно. Но еще каплю. И еще чуть-чуть. Каждый раз, когда ты немного себя преклоняешь, кротость, уровень скромности, кротости, так тот уровень, который ты спускаешь со своей гордыни, на этот же уровень, тут же действует свет. Ты предоставляешь ему место для работы. Насколько ты принижаешь себя с уровня эго, на котором было раньше. Чуть-чуть включаешься в других. В этом действии он и работает. Потом еще усилия и еще усилия. И тогда действие света действует на каждое твое усилие. И тогда ты начнешь чувствовать. Ты начнешь ощущать, что в объединении, через объединение, раскрывается мир. Новый мир. Не наш мир. Новое пространство. Новое понимание. Новые ощущения. Силы. Целая структура связей, которую раньше ты не замечал. А эта система, она, собственно, действует и все задействует. И ты сейчас, включаясь в эту систему, можешь своими силами изменять. Но все начинается. С таких вот усилий. Маленьких усилий против эго. Маленьких. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Люди объединяются. Подойди. Объединись. Хотя нет, тебе не хочется. Но что там может быть? Тысяча и одна отговорка. Тебе так хочется удрать отсюда. Может пойти поспать. Там тысяча отговорок. Даже надо на кухне поработать. Но только не быть с ними и не объединяться. Что угодно. Ты все время увидишь, насколько эго работает с тобой. Секунду, секунду. Говорят тебе, насколько ты можешь каждую эту секунду выиграть, заработать. Как же человек открывает свое сердце? Потому что все ведь товарищи здесь говорят об этом. Они хотят открыть свое сердце. Как человеку открыть сердце? Никто не сможет открыть сердце. Но по мере наших усилий раскрыть сердце, насколько мы хотим включиться друг в друга. Если мы все будем прилагать мощные усилия, мы сможем раскрыть, что мы стоим вокруг горы Синай, вокруг горы ненависти. Целая гора ненависти. И тогда мы сможем заорать, воскричать, спаси. Но эта гора, она должна проявиться между нами. Это настоящее эго. Пусть уже раскроется. И тогда мы в состоянии потребовать, сможем потребовать. Но эта гора строится через наши усилия, связи. Эго вновь нас растаскивает, а потом мы как бы поднимаемся над ним все больше и больше. Мы хотим, и эго еще больше, еще больше. Пока мы не достигаем этой горы, и по мере того, что мы хотим, нашим последним усилием и кричим, и тогда приходит свет, возвращающийся к источнику, и это называется дарование Тора. Нет в этом ничего, кроме того, чтобы свет светил в весь этот эгоизм, который ты, по сути, создал своими усилиями. Вся эта гора эгоизма. И появляется место, где свет может проявить себя в этом авиюте. Тогда у тебя появляется духовная сила. Вопрос этот я могу сформулировать только в аллегорической форме. Если я вижу себя как состоящего из двух частей, как всадника, как стремление к цели, и как ослика, который этого всадника везет, то обычно... Если я вижу себя как роман, что роман на хмор, то обычно... То обычно... Почему, по крайней мере, он пытается бросить его на лошадь, которая быстрее везет к цели? А вот как быть, когда ослик убегает от садника? И вот как его вернуть с тойла, чтобы он привез этого без нога его садника? И вот, когда ослик убегает от садника, это означает, что мы теряем желание получать. А у меня ничего нет. Моя материя, мой осел, исчезла. Осел сбежал, побежал куда-то в кусты искать, какую-то пропитание. Ничего не осталось. То есть, осел удовлетворяется тем, что он, собственно, осел. То, чего он достиг, ему достаточно. Он не хочет пролагать усилия. И я как бы отождествляю себя вместе с этим ослом, могу лежать в кровати, фантазировать. Может быть, я не в состоянии отыскать эти силы. Где эта моя материя? Где тот мой осел, который может мне помочь? И тогда решение очень простое. Рецепт очень простой. Человек приходит в группу. Тогда его материя пробуждается через зависть, через тщеславие, через... Главным образом от зависти. Когда я начинаю смотреть на других, и мое желание получать, этот мой осел, это моя материя, начинает завидовать. Скажем, так вот у этого осла есть какое-то сухое сено. Он оглядывается на других, а видит, что у них есть зеленая травка. А там где-то вообще такие есть ослы, которые едят особые избранные зерна пшеницы. И вода у них не та вода, которую я пью там из этого ручья, который здесь. Это речка. Допустим, речка. А такая чудесная горная вода. Я завидую. И начинают двигаться. Начинают двигаться. Начинают вдруг ощущать, что даже если будет сидеть на мне человек, но мне все равно выгодно достичь чего-то более высокого, красивого. А без этого я в каком-то отчаянии, какой-то беспомощности. У меня ничего нет в этой жизни. А там я вижу... И тогда осел согласен двигаться. Мы включаемся в группу. И если я преклоняю себя немножечко, и начинаю видеть других большими, я начинаю завидовать им. Но по крайней мере находиться вместе с ними. Но не быть выше их. Но по крайней мере не потерять. Достичь того, что есть у них. И тогда я включаюсь вместе с ними. И я прихожу, и мой, собственно, осел тоже достигает этих чудесных зерен пшеничных, этой кристальной воды. И человек, который едет на селе. Оба выигрывают. Что у меня, по сути, в этом мире? Что я могу здесь потерять? Каждый из нас. Ты видишь, к чему мы пришли в нашем развитии? Больше терять нечего. Всего-то. Жизнь короткая, несчастная. Что у этого осла-то есть? Ничего. И за дня в день все хуже и хуже. И поэтому мне стоит подумать, все больше приблизиться к группе и ценить. Ценить других. Какие вопросы они задают? Насколько они преданы работе? То есть и через разум, и сердцем, насколько они тянутся. И неважно, насколько они на самом деле большие или нет. Их тенденция, их усилия. Я этому завидую. Их чаяние. И чем больше я войду, тем лучше. Зависть – это очень серьезная вещь. В человеке не создано ничего плохого. Нужно правильно воспользоваться всем, что есть. Хорошо? Сегодня днем будут много разных событий. Будет много возможностей поговорить, пообсуждать. Не просто так болтать о чем-то постороннем. Говорите по делу. Читайте что-нибудь. Спойте. У нас в Москве есть великий глубокий товарищ. Он, к сожалению, не смог приехать на Конгресс. Но ему не разрешено выезжать. Он все время находился в тюрьме. И он сказал такое предложение, что... Он все еще не может? Еще полгода. Нет, нет, нет. Он уже вышел из тюрьмы. Он сказал такое предложение, что я бы отдал год своей жизни еще в тюрьме, чтобы быть один день с вами на этом Конгрессе. Он сказал нам как-то, что он был готов к себе жить еще в тюрьме, чтобы получить еще в тюрьме, чтобы получить еще в тюрьме в тюрьме. Ну, во-первых, мы должны и его почувствовать, и его нахождение с нами здесь вместе. Я очень надеюсь, что сколько там ему осталось, это в ограниченное время, время ограничения все это быстро пролетит. И мы увидимся на Конгрессе и в Петербурге, и в Питере, и еще где-нибудь за границей. Надеюсь, что это будет скоро. Кроме того, во всем происходящем видеть возможность. Человек присутствует или не присутствует, может приехать или не может. Из любой ситуации человек может сказать, что все, что я сделал, все, что я испробовал, приложив свои силы, и все, что происходит в конце, лишь раскрывается то, что Творец выложил передо мной как условие. И сейчас, пользуясь этим условием, я нахожусь далеко, есть определенный уровень связи. И что мне сейчас, что я сейчас могу сделать, и он может быть здесь больше с нами, чем те, кто находится здесь физически. Все зависит от его усилия, от его чаяния быть с нами, как мы сейчас говорили о зависти. Его мера зависти сейчас очень велика, и это здорово, пусть пользуются ей как можно больше. И мы открыты, наши объятия распростерты. Мы просто протянуты ко всем. Мы открыты всем. Мы не будем забывать о нем, как и о всех остальных людях, которые не смогли приехать по самым разным причинам. Все вместе с нами. И расстояние между нами именно должно послужить усилителем, усилителем объединения между нами. Нужно сделать, чтобы у нас была такая же зависть. Зависть? Да, и мы так же вот горели, как этот товарищ. Мы должны завидовать его, его зависти. Просто. Пусть он поговорит с нами, наладьте с ним связь, там через скайп, что-нибудь подобное. Пусть он нас поднимет, несмотря на то, что он там остался, и пусть он передаст нам свою боль. И мы будем завидовать его боли, потому что у нас никакой боли. Мы сидим вместе здесь, все здорово. Через пять минут мы пойдем позавтракаем, слава Богу. А потом, может, отдохнем, а потом еще что-то хорошее. Мы должны проникнуться его необходимостью, его устремлением. Есть, бывает желание, бывает страстное устремление. То, что называется трудность, напряжение, усилие. Нужно проникнуться им, включиться в него. За весь мир, что от нашего любого действия, от малейшего, зависит судьба человечества. Это мы должны чувствовать все время. За нами стоит женская клей, которая поддерживает, давит, вынуждает. А еще за нами весь мир. Ведь мы не просто так сейчас происходит общий кризис. Когда-то мы не верили, что он начнется, так он начался. Нам не верили, что он не закончится и не прекратится. Он не прекратится и не закончится. Будут подъемы, падения. Но это вынудит все человечество задуматься о своей судьбе. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем показать им результаты объединения. Воочию они увидят и почувствуют, что это возможно. А еще они увидят и почувствуют через внутреннюю сеть, с которой мы все связаны. Чтобы у них изнутри уже появится подготовка для их понимания и ощущения. И снаружи мы сможем показать им пример этого. Будем надеяться, что мы так сможем их приблизить к себе. А вокруг нас вы увидите, насколько мы будем все более сильны изнутри нашим объединениям. Ты вдруг увидишь тысячи, которые бегут, хотят и просить будут присоединиться. Я уже говорил об этом. Что наше распространение это только для того, чтобы нам дать занятость и возможность объединиться. И сколько этим внешним распространением мы к себе привлекаем. Это какие-то крохи. Настоящее распространение изнутри, через внутреннюю связь, через внутреннюю сеть, которая связывает все творения вместе. А именно там распространяется наша сила. Только по мере его, по мере силы объединения, по мере отождествления и уподобления собственно этой сети. А сама эта сеть, это сеть взаимодачи. Сила отдачи, сила Творца. И насколько мы вносим туда, насколько мы добавляем туда наши усилия. Настолько мы и достигнем, доберемся всего человечества. И, конечно, они будут смотреть через все, через проблемы, удары, через то отчаяние, которое Творец им приготовил. Они вдруг увидят, что есть такая особая точка, где люди чувствуют избавление в этой серости мира, в этой бесполезной, бесцельной жизни, через все эти проблемы, от всего этого давления. Вдруг у них есть некая высшая цель. Какая-то бесконечность, какая-то вечность. Они это почувствуют изнутри. А откуда? Так же, как вы, каждый из вас, придя в науку Каббла, откуда он знает как? Ну, Творец привел каждого. Так вот, нашими усилиями, наверняка мы привлечем их. Стоит думать и о них тоже, потому что мы находимся на этапе, когда весь мир должен сюда прийти. Я думаю, что стоит нам наладить связь с разными нашими товарищами, дорогими товарищами, которые находятся по всему миру, и не могли приехать по самым разным причинам. Или деньги, или работа, страху потерять работу, недостаток материальных средств. Или подобные условия, как сейчас, то, что мы услышали, которые есть в России, что у него нет разрешения выехать за границу. Или кто-то там убежал от армии. Ну, мало ли. Может быть, даже не называть, кто откуда, с какого города. Но, чтобы они поделились своей болью, мы должны проникнуться и почувствовать, что это такое. Нам будет тогда проще объединиться с ними и включить их сюда, здесь, вместе с нами, между нами. Сделайте это. Мы сегодня прилетели ночью, свыше 30 человек. Мы уже там узнают, в аэропорту привыкли к вам. Вы говорите, что вы приедете в дню Баруха, они уже говорят. Нет? Ну, как бы ни говорили, меня всегда проверяют, у меня фамилия очень подходящая. Мы говорим, что это не лоза, но слышали, что мы не шпаха, что мы хаяем в бедиках. Ма, ах, вы не дядь, Машу? Абасов. 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 Ну, ты говоришь, что ты приехал к нам, ты им так объясняешь? Конечно. Она знает? Она знает? Конечно. Потому что мы ведь уже, в принципе, знают нас. Приехало нас более 30 человек с разных групп. Это группы Москвы, Питера, Киева. Есть товарищи, которые за границей приехали. И должен был быть автобус большой, который бы нас привез сюда. Но по тем или иным причинам этого не произошло. И произошло такое разбиение, на которое мне было, честно говоря, больно смотреть. Их было, честно говоря, больно смотреть. И сказал, нет, мы едем на Конгресс. Их было, честно говоря, другие товарищи, а мы поедем в Питак Тикву. И остались, удалось как-то объединиться, и мы приехали тоже на Конгресс. Их было, честно говоря. Как это произошло? вы заказали автобус через москву и так это произошло вопрос заключается в следующем центр логистики должен быть одним центром и он должен выполнять все я был удивлен как все было организован у женщин есть чему завидовать вот когда происходят такие моменты как нам объединиться и прийти к общему решению чтобы это понятие друг за друга товарищ за товарищей м кан села тут нет вопроса мы делаем все вместе все то что мы решили быть на одном пути либо мы находимся в москве на самолете или в аэропорту мы все делаем вместе как одно целое вот и все нельзя делиться вы делитесь по такси по автобусам неважно решение должно быть общим общем на всех пускай даже вы решаете что эти поедут в центр а эти поедут на конгресс но и это решение такое двояка должно быть тоже общем и у нас постоянно растет авиют и когда мы в течение дня не связаны друг с другом и когда мы в течение дня не связаны друг с другом хадошот новый уже клепота хадошот новый клепот а в пан это никогда не старый не возвращается это всегда дополнительная бьют как нам друг друга поддерживать и корректировать в нашем пути чтобы товарищ не уклонился надолго и глубоко в сторону авиюта мы говорили об этом не раз мы должны связываться друг с другом мы должны слушать статью вместе должна быть какая-то всегда какой-то всегда урок записи в ухе звучать вечером когда мы собираемся вновь или же утром вечером если вы не собираетесь у нас это все рассеивается по разным действиям по вечерам много людей на разные там выходы есть семинар не есть воспитание детское такое в лекции но если вы не собираетесь до следующего утра то возможно нужно перед уроком несколько минут или же вечером напомнить каждый каждый всем что то что мы прошли мы прошли утяжеление сердца это значит что день закончился мы вновь должны объединиться на новом уровне несмотря на то что сейчас у нас есть какая-то апатия равнодушие пренебрежения но на самом деле все наоборот мы сейчас должны с радостью видеть то состояние в котором мы отдалились нам есть что преодолеть над чем совладать с чем над чем связаться усилить укрепить наши кли только быть в осознании постоянно происходящего процесса это ведь не просто так как он голову пишет что мир находится мир якобы находился в руках кого-то нет одна сила всегда власть над нами не только нами нами более целенаправленно встряхивать всех и каждого так встряхнуть его чтобы он опять выровнялся на цель что нет ничего в этом кроме творца и специально он мне все это устроил это никогда не какая-то моя частная проблема с боссом женой или еще кем-либо а он мне выставил все эти проблемы все эти помехи на моем пути в моем сердце и мы знаем что это в нашем мире это все выстраивается в какие-то такие формы будь то через семью или через работу для того чтобы он делает для того чтобы я как бы отключился от него а я должен сейчас встряхнуться взбодриться и вернуться на найти на этот путь на эти рельсы нужно напоминать это об этом друг другу об этом сказано человек да поможет своему товарищу связываться друг с другом несколько раз может быть в течение дня для напоминания такого группового мы обязаны тем самым мы исправляем себя конгресса может быть нам стоит провести ее его в таком режиме но но в каком но и имеется ввиду чтобы мы постоянно были на уроке на семинаре на ишиват хавириме то есть чтобы не было ни одной свободной минуты чтобы время свободное уходило только на сон и на поесть а 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 и в таком виде насколько я могу со своим горлом я был бы рад но может быть не в качестве оратора в качестве не в качестве говорящего в качестве слушающего но особая степень в природе слушающий потому что как говорящий долго не выдержу меня проблема слишком много говорю но если вы это сделаете таким образом было бы неплохо я дам вам пример я когда ехал с рабашим я получал такую инъекцию такую инфузию что по сравнению с другими всеми днями это было чем-то особенным другие дни тоже мы учились занимались с 3 до 6 6 15 утра и потом с пяти до восьми вечера еще три с половиной часа до 8 30 те кто могли приходили иногда приходили иногда в семь восемь так присоединялись я был там все время три часа утром три с половиной часа вечером и кроме того еще поездка с ним примерно с 9 до 12 мы ехали будь то в парк мы ходили или на море ездили парк и море это тоже особая учеба сама по себе то есть я нас постоянно находился в работе над собой примерно 9 10 часов день это рядом с учителем понимаешь когда мы ехали с ним в тверью раз в неделю последние годы особенно это было последние годы раз в неделю два-три последних года так это происходило постоянно мы выезжали допустим сразу после урока в 6 утра даже чуть раньше 6 я помню мы слышали шма эсраэль молитва которая транслируется по радио в пять пятьдесят пять пятьдесят пять или даже раньше еще выезжали иногда все помню мы возле зихрона уже слышали молитву и вот так вот мы проводили вместе сутки с день ночь и следующий день все время вместе все это время проводили либо в учебе сон посреди дня после хамы твери после источников там есть такое место твери потом тоже учебы во время трапезы тоже утро день вечер учеба постоянно поэтому я как раз вот в этом чувствовал такую уход постоянный за человеком терапию такую постоянно внутреннюю реанимацию если вы будете делать вот такую вот терапию то реанимацию то тут это конечно большое дело а я насколько смогу на максимум своего горла готов участвовать мир своих возможностей но вот так вот собираться держаться вместе связываться с товарищами через видео то чтобы вы не прекращали пускай будет хоть какая-то даже группа центральная которая постоянно здесь находится здесь или наружу неважно и делает что-то постоянное мы ведь не расстаемся у вас будет еще возможности задавать вопросы мне говорят что я уже 15 минут опаздываю сейчас нам объяснять что происходит сначала песня и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok